Всем привет, меня зовут Настя, я преподаватель на скул по обществу о знаниях, и сегодня у нас на разборе номер 24. В небольшом видеоуроке постараюсь рассказать, что такого сделать с номером 24, чтобы получить в нем баллы. Дело в том, что, казалось бы, да, задание на план, нужно просто поверхностно описать какую-то тему, но почему-то на экзамене у большинства выпускников за номер 24 0 баллов. Вот сегодня будем смотреть, что же такого сделать, чтобы был не 0 баллов, да, чтобы был максимум баллов. Кратко представлюсь, вы в одной из крупнейших онлайн-школ по подготовке к экзаменам в онлайн-школе Умску. У нас есть образовательная лицензия, мы сотрудничаем с экспертами ЕГЭ, с методистами, ну и, соответственно, вы можете доверить нам свою подготовку. Как я уже сказала, меня зовут Настя, я преподаватель скул по обществу о знаниях, на слайде есть краткая информация обо мне, а еще больше обо мне и в целом подготовки к обществу о знаниях можно узнать у меня в телеграм-канале. Пытаюсь быстренько проговорить, потому что думаю, что вы миллиард раз все это слышали, если не слышали, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, здесь много открытого, бесплатного, полезного контента. Послушайте в других видеороликах про мои регалии, а сегодня хочется прям быстро, четко и про важную информацию. Номер 24. Для начала общая информация, затем критерии, затем конкретные советы. Итак, номер 24. Это план, и он дает 4 первичных баллов. На самом деле мы не можем точно сказать, сколько это в итоге вторичных баллов, это может быть и 5 вторичных, это может быть и 6 вторичных. Для тех, кто не знает разницу, по вторичным вы поступаете, вторичных максимум 100, да, первичные, это, соответственно, баллы самого экзамена. Но так или иначе, посмотрите, 4 балла, да, это один из крупнейших, один из самых весомых, да, тяжелых по балльной системе номеров в экзамене. Поэтому очень хочется хотя бы какую-то часть этих баллов набрать. Дальше, что от вас требует план? Вообще, навык составления плана у вас был еще в начальной, ну, ладно, не в начальной, в средней школе, когда вы читали какое-то произведение, и вас просили составить план по этому произведению. Вот на самом деле здесь ровно тот же навык, потому что вам тоже надо составить план по какой-то теме ЕГЭ по обществу о знанию. Вам называют тему, и вы по ней составляете план. Что есть в этой теме? Какие функции, какие признаки, какие там, не знаю, реалии российской действительности, если это применительно к данной теме, и так далее. Ну и, соответственно, у этого плана есть не то чтобы требования к оформлению, да, есть некоторые критерии, которые мы должны соблюсти. А именно, мы должны с вами списать минимум три пункта, раскрытых на подпункты. Минимум – это ключевое слово, потому что мы чуть дальше будем разбираться, один из советов будет как раз-таки направлен на количество этих пунктов с подпунктами. Вот так вот кратко это все выглядит. Я думаю, про в целом кратко план вы все знаете. Если пока немножечко проспойлерить, то я рекомендую писать побольше пунктов, чем три, да, и, соответственно, ваш план должен создавать содержать себе три обязательных. Что такое обязательные пункты, что такое абстрактно-формальные, что такое содержательные пункты. Со всем этим мы будем с вами еще разбираться. Давайте посмотрим на критерии плана. Тоже не будем сидеть здесь очень долго, потому что вы могли видеть их в демо-варианте, вы могли их видеть в практическом сборнике экзаменационных вариантов Котова-Лесковой. Короче, я думаю, что если вас критерии когда-нибудь интересовали, тогда вы на них смотрели. Если не интересовали, то навряд ли заинтересуют после моего объяснения. Лучше прям по делу. Итак, что вас может заинтересовать в критериях и что там вообще интересно? Если мы говорим с вами про критерии, то нас здесь интересует следующая особенность. Посмотрите, в целом за раскрытие темы плана мы можем получить три балла. В то время как еще один балл мы получаем в последнем критерии 24.2. Где же ты? Где же ты? Вот, и здесь мы можем получить еще один балл. Логика примерно такая. 24.2 это критерий, который, то есть второй критерий в 24 номере, он говорит про корректность формулировок плана. И посмотрите, вот этот один балл вы получите только если вы попали в обязательные пункты. То есть, для начала ваша первоочередная задача получить хотя бы, да, там, какое-то количество баллов 24.1. В целом попасть в обязательные пункты. И только если вы попадете в обязательные пункты, у вас будет оцениваться 24.2. Посмотрите, указание. Один балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла. То есть, если вы не попали во все обязательные пункты, которые требуются в плане, то за корректность переживать нет вообще никакого смысла. Корректность это условно дополнительная проверка вашего плана на то, ну, действительно ли вы правильно, да, теоретически верно отразили ту или иную тему. Вот такая логика, типа, правильно ли вы написали все функции, действительно ли у семьи есть репродуктивная функция, действительно ли там, не знаю, составление государственного бюджета, федерального бюджета есть, ну, допустим, у президента, да. И вот, соответственно, если такая ошибка встречается, тогда я вам снижаю 24.2. Вот. Первая очередная задача в плане, и это должны понять все, это попадание, именно попадание в критерии плана обязательной. И отсюда нам нужно с вами сразу установить, а что же такое обязательные, содержательные и абстрактно-формальные критерии плана. Вообще информация про эти критерии, она есть, скажем так, косвенно в критериях. Мы сейчас здесь ее не будем искать, ну, вот она, например, обязательные пункты, да, детализированные под пункты. Логика примерно такая. Все пункты плана вы можете разделить на два вида. Это абстрактно-формальные и это содержательные. Содержательные имеют под собой содержание, да, то есть по этому пункту можно понять, знаете вы экзамен или нет. В то время как абстрактно-формальные пункты, они как бы тоже по теме, но не дают экзаменатору, проверяющему понимание, знаете вы экзамен или нет. Например, яркий пример абстрактно-формального пункта, который будет в абсолютно любом плане, это первый пункт. Мы классически, ну, если вы хоть раз писали план, вы знаете, что классически в каждом плане мы начинаем с пункта понятие и, соответственно, показываем тему. Вот так вот выглядит шаблон, да, понятие. Этот пункт, поскольку у вас нет в требованиях его раскрытия, он абстрактно-формальный, он не содержит как такового смысла. Здесь экзаменатор не поймет, проверяющий не поймет, вы вообще знаете это понятие или нет. Например, здесь может быть написано понятие политическая партия. Да, это правда, можете сами почитать критерии, да, еще раз посмотреть то, что было на предыдущих слайдах, там нет такого требования. Соответственно, здесь нужно просто написать понятие и в кавычках там либо слово, либо словосочетание, которое от вас требуется. И вот посмотрите, какая интересная особенность. Как бы пункт мы этот всегда пишем, но понимание, знаете вы что-то или не знаете, он не дает, да? Тогда такой пункт называется абстрактно-формальный. Пункты же, которые дают представление о ваших знаниях, ну, я, понятное дело, условно вам это объясняю, они являются содержательными, то есть имеют под собой содержание, какой-то смысл, смысловую нагрузку. Содержательные пункты у нас раскрыты на подпункты, то есть здесь уже можно проверить, вы что-то знаете или нет. Например, признаки, право, и вы пишете первое, общая обязательность, второе, формальная определенность, третье, санкционировано государством или нормы, санкционированные государством, и другие. То есть здесь экзаменатор может уже посмотреть на этот пункт и понять, ага, да, ученик знает признаки. Вот оно появилось, содержание. Уловили два вида пунктов. Идем дальше. Сами содержательные пункты могут быть представлены двумя видами, обязательные и необязательные. Что это за обязательные и необязательные такие пункты? Обязательные пункты – это пункты, которые в конкретно этом плане таковыми объявлены. И это, на самом деле, большая, хочется сказать, проблема, но мы скажем, ситуация. В ЕГЭ по обществу знания, что часто, год от года, эти обязательные пункты разные. Например, в теме политическая партия обязательными пунктами в один год могут являться функции, признаки, ну и, там, не знаю, примеры действующих политических партий в Российской Федерации. В другой год обязательными пунктами может являться, там, не знаю, идеологический критерий создания политической партии, там, не знаю, разница между политической партией и политической элитой и функцией политической партии. Условно, это только для примера вам. К чему я веду? Вот этих вот содержательных, да, пунктов может быть великое множество. Наша с вами задача – попасть именно в те, которые в данный год экзамена, в данном задании были названы обязательными. Не бойтесь, да, все не так страшно. На самом деле, обязательные пункты вы запоминаете по мере того, как проходите теорию экзамена. Чем больше какой-то элемент встречается в экзамене, тем, соответственно, с большей вероятностью этот элемент будет обязательным пунктом. Ну, условно, на самом деле с политическими партиями все просто. Функции политических партий в 90% случаев будут обязательным пунктом. Классификации политических партий, в том числе идеологическая, там, по способу организации кадровой и массовой, они тоже будут в 90% случаев обязательными пунктами. Надеюсь, логика понятна. Итак, я объяснила основной суть номер 24, на что нужно обращать внимание, за что даются баллы. Ваша задача получить 3 балла за 24.1 путем попадания в обязательные критерии. В 24.2 проверить вашу корректность, а правильно ли вы написали условно сами функции, правильно ли вы написали сами признаки, правильно ли вы указали, есть и другие здесь или нет здесь, и других функций, признаков и тому подобное. Движемся дальше. Давайте конкретно к советам перейдем. Итак, совет номер один. Частая ошибка, мы часто говорим об этом с экспертом ЕГЭ, с которым сотрудничаем, это неправильное определение темы плана. Вот посмотрите. Есть план образования как институт социализации, а есть план системы образования. Для кого-то, кто смотрит этот видеоурок, очевидно. Ну, типа, понятно, что они разные. Не всем понятно. Но этот пример очень ярко показывает, да, какая может быть ошибка. Смотрите на то, о чем вас спрашивают. Часто бывают, скажем так, составные планы, когда вам, например, пишут право в системе социальных норм. Тогда в вашем плане должно быть отображено и что-то про социальные нормы, и затем детально углублено уже про право. Видите, два элемента. Бывает план более простой. Семья. Тогда вы открываете только семья, да? Открываете. Раскрываете тему только семья. Есть вот такие планы, которые, скажем так, образование как социальный институт. Здесь вы будете давать, например, функции образования, да? Вы будете говорить про то, какие еще есть каналы социализации, да? Ну, каналы социальной мобильности, простите. Кстати, да, вы возьмете каналы социальной мобильности, потому что это тоже влияет на ваше формирование как личности. Но здесь нужно будет немножечко описать процесс социализации, посмотреть на разные подходы к процессу социализации и указать, что образование это один из институтов социализации, то есть первичные институты, вторичные институты, что есть агенты социализации. В данном случае нужно затрагивать что-то связанное с социализацией и потом плавно уходить на образование. В то время как в плане системы образования первоочередным будет ваша задача раскрыть систему, показать, что у нас есть начальное образование, что у нас есть среднее образование, что у нас есть высшее образование и всю эту систему нужно будет отразить. Причем вероятнее всего здесь нужно будет прям каждую ступень образования сначала просто обозначить, а затем каждую расписать на подуровне. Я говорю сейчас про сложные вещи, но у нас как бы экзамен приближается, надеюсь вы понимаете меня. Если вы что-то не понимаете, какой-то там элемент для вас кажется сложноватым, это знаете для себя такой значимый признак, что нужно это подучить пока еще осталось время, потому что я на самом деле говорю только то, что действительно есть на экзамене. Я не использовала сейчас какие-то олимпиадные курсы, не говорила про какой-то усложненный уровень, это прям база экзамена. Поэтому первое, следите за тем, правильно ли вы определяете смысл плана. Второе, забудьте про три детализированных пункта, это не значит, что их не нужно писать вообще, это значит, что лучше их написать больше. И я уже ответила на самом деле на вопрос, почему так нужно сделать. Дело в том, что обязательными могут быть далеко не только те три пункта, которые вы написали. То есть вы, например, написали признаки функции и особенности, и считаете, что они обязательны, а в ключах у экзаменаторов, у проверяющих обязательными пунктами являются, например, теория происхождения, признаки, ну и там, не знаю, элементы строения какое-то. Посмотрите, да, казалось бы, и то, и другое содержательные пункты, но ваша задача попасть в то, что есть в критериях. Потому что в конкретно этом плане у нас в критериях, в ключах обозначены вот такие обязательные пункты. Доказать потом на апелляции, что вы написали именно обязательные пункты, а это необязательные, будет невозможно. Потому что в данном плане, в данных ключах конкретно такой обязательный пункт. Поняли логику? На самом деле там будет в критериях четыре обязательных пункта, ваша задача попасть хотя бы в любые три из этих четырех. То есть там есть такой небольшой диапазон, в который вы можете попасть. Но чтобы в него попасть с большей вероятностью, вы должны написать как можно больше детализированных пунктов. И тогда вероятность попадания в уроке математики, попадания в обязательный пункт будет выше. Соответственно, где эти обязательные пункты, просто чтобы вы понимали. В ГОСовском перечне учебников, но, наверное, март месяц, это не время для того, чтобы первый раз знакомиться с ГОСовским перечнем учебников. Это федеральный государственный образовательный стандарт, перечень учебников, по которым составляется весь ваш экзамен. Если вы сейчас в 10 классе и смотрите вдруг этот урок, там какая логика? Опять же, чем больше вы готовитесь к экзамену по правильным пособиям, правильным учебникам, с правильными репетиторами, наставниками у меня на курсах, тем легче вам определять обязательные пункты. Обязательные это те элементы, которые в экзамене встречаются чаще всего и проверяются чаще всего. То есть, например, мне уже как бы, мне значительно проще определить, какой пункт обязательный, какой пункт необязательный. С экспертом мы тоже на эту тему постоянно разговариваем. И поэтому нам как бы легче, потому что мой экзамен, ну сколько, я 8 лет, вот всем этим занимаюсь. У вас, понятное дело, что это первый год перед глазами, но если вы готовитесь хорошим наставником, компетентным в этой теме, тогда, соответственно, проблем не должно быть. Совет номер 3. Не забывайте, пожалуйста, про и другие. Что за и другие? Не нужно вообще пихать где угодно. Как раз таки и другие, то есть продолжение мысли, может подставить вас на критерии 24.2. Если вы не указали где-то и другие, а указать было нужно, тогда вы, соответственно, можете потерять тот самый балл за корректность. Приведу пример. Когда вы пишете типы экономических систем, особенно используя слово «основные типы экономических систем», у вас должно быть всего три экономические системы. Традиционная, командная, административная и, соответственно, рыночная экономическая система. Три и все, да? Ну, если пишете просто типы экономических систем, имеете право добавить еще смешанную. В данном случае нигде писать «и другие» нельзя, потому что других типов экономических систем не проходятся. Все. Три, ну или четыре пункта больше не нужно. Поэтому в экзамене очень важно указывать, зачем вообще ставить это «и другие», какой смысл? Смысл в том, чтобы показать экзаменатору, что вы эту тему знаете. Вы знаете, сколько здесь единиц. С другой стороны, если вы, например, расписываете функции семьи, функций семьи очень-очень много, и поэтому в данном случае будет правильным написать всего три функции и дальше показать «и другие». Три любые написали, я там не знаю, репродуктивная, рекреационная, функция социализации дальше, и другие. Не надо писать все семьи. Однако бывают моменты, мы тоже в основном с экспертом об этом говорим на уроках, я постоянно об этом говорю. Есть, например, тема «факторы производства», и «факторы производства» — тот элемент, который желательно раскрыть на все пункты, вернее, на все подпункты. То есть, несмотря на то, что здесь пять элементов, и казалось бы, что достаточно написать любые три и дальше поставить и другие, так как это условно такая классическая тема ЕГЭ по обществу о знаниях, так как их всего пять, и они все значимы, вот тут желательно написать все пять. Труд, земля, капитал, предпринимательские способности и информация. Но опять, это мы погружаемся в детали, так или иначе. Совет такой, не забывайте писать про и другие, иначе можете потерять 24.2 пункт по корректности, а это обидно, потому что если уж вы попали в обязательные пункты, терять за корректность не хочется. Дальше. Избегайте, пожалуйста, аббревиатуры сокращений. Не всегда у нас какие-то аббревиатуры сокращений являются общепринятыми. В плане вы все-таки потратите на то, чтобы написать полное понятие, достаточно небольшое количество времени, поэтому, пожалуйста, пишите полностью. Пишите полностью. Вот, ну, тут пример с ГДМ, РОД, ПО, да, ПО, правоохранительные органы, если что. Что еще здесь за пример можно привести? С налогами часто любят сокращать НДФЛ, НДС. Вот надо знать, как все это расшифровывается. Это часто бывает, что ребята подходят к экзамену и не знают, как расшифровывается НДФЛ. То есть все знают, что НДФЛ это налог, а какой это налог? Непонятно. Ну и номер пять, да, совет номер пять. Больше практикуйтесь. Больше практикуйтесь по критериям реального экзамена, по вариантам составителей экзамена, практикуйтесь по демке. Прям изучайте планы и желательно, чтобы у вас был доступ к планам прошлых лет. У меня на курсе есть такая особенность и такая возможность. Но не у всех она есть. Можете попробовать у своих преподавателей, школьных запросить. Может, у них есть планы прошлых лет. Потому что по планам прошлых лет не получится их просто вызубрить и написать так же, потому что критерии экзамена меняются. Но получится посмотреть, какие пункты там являются обязательными. Потому что критерии с обязательными пунктами у нас в плане было всегда. Ну и минимально необходимый план будет выглядеть вот таким вот образом. Вот это мы зачеркнем. Это не обязательно. Видите, заключительный, абстрактный, формальный пункт. Это не важно. Здесь мы с вами пишем минимум три пункта, раскрытых на подпункты. Напоминаю, что три пункта это только правило экзамена. Да, это правило оформления. Лучше написать побольше. Напишите девять. Я не шучу. Действительно цифру девять назвала. Пункты, раскрытых на подпункты. И если все это будет по теме, тогда, соответственно, вероятность попасть в обязательные пункты больше. На каком месте будет ваш обязательный пункт, неважно. Даже если вы написали первый, второй, и они обязательные, и потом девятый, он обязательный. Это круто. Не принципиальный момент. Ну, разумеется, здесь должен быть баланс. Не нужно писать пункты, ну, какие-нибудь, лишь бы что-то написать, потому что вы можете по корректности прогореть. Смотрите сами, да. Думайте сами, решайте сами. Всегда важен баланс, важно готовиться качественно к экзамену. Здесь хорошее место для рекламы, но мы с вами посмотрим, как можно, например, вот такой вот план раскрыть. Да, конкретный пример. Пример оформления выглядит, это будет, например, вот так вот. Вы указываете номер задания, посмотрите, вы пишете понятие, и вы не раскрываете понятие. Надо писать, что человек это био-психо-социальное существо, да, и так далее. Вы просто пишете понятие. Если вы распишите этот пункт, вам не снизят балл. Но если вы там где-то ошиблись, вам могут снизить за корректность. Если вы распишите этот пункт, да, его можно будет назвать содержательным, но он в любом случае не будет обязательным. Такая особенность, поэтому смысла раскрывать этот пункт нет. Вы всегда просто пишете понятие такое-то, начиная таким образом ваш план. Вот, ну и, соответственно, посмотрите, 7 пунктов здесь выделено. Вот. Если вы на этом моменте поняли, что, возможно, у вас где-то в материале есть пробелы в знаниях, если вы что-то не знаете и понимаете, что вам нужна такая хорошая база подготовки к экзамену, тогда я приглашаю вас к себе на курс Flash Final. Это способ быстро повторить весь материал ГП «Общество знаний». Это краткая выжимка из 55 уроков записи со всей теорией для успешной сдачи экзаменов. Также это три пробных варианта. Домашняя работа к каждому уроку. Ну и, кроме этого, это курс по тому, как выполнять задания контрольно-измерительного материала, то есть варианты на экзамене, как что оформлять, на что ориентироваться. Карточки для запоминания признаков. Функции – это интеллект-карта по всем разделам. Словарики с признаками понятия для номера 18. Программа «Минимум» по всем разделам, чтобы понимали, что конкретно нужно подучить. Иными словами, все то, что я сегодня вам пыталась донести, все то, что подсвечивало, весь мой багаж знаний, он в этом курсе будет отражен. Если вам понравилось, что я говорю, если вы понимаете, что вам приятно как-то со мной взаимодействовать, или пока не понимаете, возможно, тогда я просто рекомендую вам написать мне по ссылочке в описании под этим видео кодовое слово «план». Есть описание этого видео. Переходим по ссылочке туда, пишем кодовое слово «план». И если вы вдруг пока не понимаете, как я объясняю теорию, вы, например, не видели моих других уроков, вы можете моей командой запросить какой-то пробный урок. Но я рекомендую как можно скорее написать кодовое слово «план», потому что это позволит вам попасть ко мне на курс. Курс выглядит вот таким вот образом. Он двухмесячный, как раз-таки со всей теорией для повторения экзамена. Он интенсивный, там действительно много материала. Но если вы понимаете, что вы все это время ничего не проходили, и вам нужно как-то подготовиться к экзамену быстро и эффективно, тогда этот курс самое то. Если вы понимаете, что вас интересуют только какие-то отдельные темы, например, отдельные разделы «право», «политика», «экономика», «человек и общество», тогда все равно можете написать кодовое слово «план» и просто уточнить у моей команды и спросить, а можно ли вот только тему по праву пройти. Вам тоже обязательно помогут. Надеюсь, что сегодняшний видеоурок был для вас полезным. Ну прям, если честно, я считаю, что это прям очень полезная выжимка материала. Мало кто про это говорит. Так или иначе, для того, чтобы писать план на максимум, вам нужно знать темы экзамена. Чтобы знать темы экзамена, нужно их пройти, иначе вы никак не попадете в обязательные или необязательные пункты плана. План сложен тем, что он может быть по любой теме и формально. Чтобы знать план, чтобы сдать экзамен по обществу о знаниях и получить максимум в номере 24, вам нужно знать всю теорию. Поэтому курс Flash Final. Буду вас на курсе ждать. С вами была Настя, преподаватель института по обществу о знаниях. Кодовое слово план можно написать мне в сообщении по ссылочке в описании этого видеоролика. Всем пока-пока!